Всем привет дорогие друзья в преддверии выхода игры баунт и в честь того что сейчас вышла игра абзу абзу не знаю как правильно сказать в общем игры из этого жанра мы снова сегодня вернемся к игре flow для того чтобы посмотреть неожиданно мною найденный dlc я не знал что к этой игре оказывается был dlc и пока качается абзу почему бы не попробовать не посмотреть что же это за новый вид организма он выглядит как-то как-то вот так он выглядит опять какая-то медуза странная давайте поиграем не знаю что должно быть нового кроме организма там в описании к dlc были какие-то мутные фразы из разряда найдите уникальную еду и сфотографируйте ее прям какой-то instagram флоусский не знаю о чем то не что-то наша медуза умеет такое странное из разряда даже похоже на какую-то пилу да что-то 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 она определенно умеет ну да ладно мы тут сейчас немножечко мам мелких поедим потом пойдем эволюцию причинять дальше да в этот месяц богат на игры такого плана медитативные игры про про то чтобы сидеть и наслаждаться музыкой и визуальной картинкой как я уже говорил абзу от креативного директора то есть директора по визуальной части от джорни выходит то есть это не игра от z game company но как бы художник один по сути мы обязательно скоро увидим возможно же даже завтра а баунт это играт тоже независимой студии разработчиков которую поддерживает студия санта моника почему-то на ее пиарит поддерживает я этим заинтересовался и решил что надо будет обязательно глянуть даже сделал предзаказ так что все будет когда выйдет но это будет 16 августа по моему так что не сейчас сейчас будет эбзу а на данном этапе наблюдаем за вот этой странной каракатицы блин я даже не знаю что это такое вообще как с этим жить дальше но честно говоря медузная эволюция во флоу меня никогда особо не привлекала мне больше нравились организмы другого плана но давайте дадим шанс ей вырасти чем больше она растет тем более странным существом она становится возможно я недооценил эту хрень и она потом задаст жару какого-то зритель злобная хрень давайте еще ниже опустимся тут уже большие пошли твари помним что надо есть их хвоста то есть там где они наименее защищены и там где можно подобраться к их большим точкам белым которые по сути являются хитпоинтами врага когда мы их съедаем организм распадается на более мелкие не знаю организмы либо просто на пищу вот мы всех задоминировали пока непонятно что с этим делать идем дальше вниз когда эти медузы становятся белыми можем на них напасть и разорвать их блин но это все то странно на самом деле что-то за синие такие не очень-очень понятно что происходит но это нормально для игры flow здесь в принципе непонятно что происходит кроме того что кто-то ест кого-то так нет-нет-нет это мы поднялись наверх нам наверх не нужно нам вниз мы доминируем на всех слоях доминируем пока что кажется нам нет равных доминантности все это конечно интересно но я пока как то не заметил чтобы мы как-то особо преобразились какую-то более интересную форму ну реально медуза и медуза так мы уже выглядели по моему опустились на самое дно эволюции да а здесь не сожрут вообще так что у нас тут ухваты их я помню что так вяло даже не сопротивляются они просто поняли кто здесь главный и сдались это не типично для эволюции живых существ но их реально тут нет дохлый дохлый уровень давайте идти доминировать ниже дельфинчики дельфинчики стук опасные опять пустился ниже что-то понять не могу куда они все от меня исчезают такое ощущение что реально так где уровень с дельфинчиками блин вот эти вот переходы на уровень они так расположены что на них наскакиваешь просто случайно даже не хотел я этого ну-ка вон пошли образины интересно что это я делаю такое по идее наверное я их как-то распугиваю или еще что-то но поскольку здесь ничего не написано не сказано что опять не телепортно ты разве поймешь что происходит то когда мы красные мы хищник то есть мы питаемся существами живыми эволюционирующими синий это такое более форма растения то есть питаться что-то организмами не не принадлежащим к миру животных а так миру растений ну это образно говоря потому что здесь все равно что-то свое очень сугубо свое так что у нас тут нас порвать хотят да нас порвать хотят смотри нас рвут ну знаете что давайте-ка пойдем ниже а то у нас эти пираньи нет-нет-нет я так сказал ниже я имел в виду ниже не знаю что это происходит что мне это дает по-моему меня задоминировали жестко причем задоминировали и вообще я намерен как бы отомстить отомстить сложно потому что на этом уровне мы всех сожрали да на уровне ниже эти пираньи чертовы здесь эти дельфинчики а дальше там еще страшнее твари будут ухухухуху как тяжело быть альфа самцом может самец или мы гермафродит или мы гермафродит как там в мире этих странных существ пошли вон ну и куда он это я не понимаю серьезно это ну ладно мы по крайней мере встали во главу цепочки эволюции на данном уровне и знаете мне кажется настоящее испытание ждет нас ниже здесь они были достаточно пассивные а вот здесь вот эта вот хрень которая я даже не знаю ее с какой стороны вообще кушать не давайте вернемся мы же ее не доели по-моему мы ее успокаиваем своим нашим коронником когда мы крутимся она становится такой мирной что ли ну мне так показалось я не знаю это выглядело так словно мы ее гладим и она успокаивается и мы откусываем от нее кусочек звучит дико да добро пожаловать в мир споры почему я сказал споры это же флоу потому что у меня в принципе игры про эволюцию напоминают спору аж даже поиграть захотелось жаль не выпустили достойное продолжение так что у нас тут так 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 этот уровень где 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 ничего не происходит я даже питаться нечем потому что здесь что здесь вообще ничего нету потрясающий уровень класс так это что за нахрен такой мы ее успокаиваем она нас отравляет потрясающий симбиоз блин да нет больше всего в этой игре меня удру... нет! удручают вот эти вот переходы в принципе много чего не очень нравится потому что управление за счет гироскоп это такая специфическая штука и я бы не сказал что это очень удобно это весело возможно поначалу но это ни хрена не удобно и ой 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 куда это мы я не знаю что это произошло здесь такое мы кого-то съели опять в очередной раз да так это на нижнем на нижнем уровне нас а задоминировали ядовитую многоножку и теперь можно спокойно опуститься ниже и еще ниже потому что здесь мы тоже все съели не так кто-то что-то новенькое этого я раньше не видел что это было почему нас выкинуло потому что там портал, да? или потому что она меня выкинула снова так что-то интересное ну блин ну не надо переходить только так да мы их откалываем они становятся какими-то такими ядовит ну не ядовитыми опасными что ли острыми с возможностью атаковать это очень странное существо но по-моему мы и его сейчас подчиним в общем правилам эволюции то есть сожрем и поглотим такая жестокая игра если так подумать а с другой стороны естественная ну можно относиться к этому не как потому что мы уничтожаем организм а то что мы модифицируем при помощи их себя тут они маленькие, да? да вы издеваетесь нельзя так с маленькими все хуже с маленькими всегда все сложнее особенно когда ты большой за счет этого и есть возможность нагибать больших чуваков когда ты очень маленький и быстрый этим я пользовался играя за других существ как-то честно говоря хотелось бы как-то более удобно их кушать ну ладно в принципе грех жаловаться я освоился единственное что промахиваюсь и промахиваюсь зачастую сам того не желая я не знаю что происходит вообще такое ощущение как будто меня кто-то распиливает распиливает на кусочки каким-то невидимым образом давайте пойдемте ниже тут что-то меняете кудесники так так а здесь что у нас маленькие сорванцы да о это большая апельсинка которая позволяет нам принять высшую форму эволюции или что она там позволяла я уже даже не помню да по сути мы прошли ну было как-то так вот такую вот новую медузу нам предложили разработчики я правда не понял что они там еще предлагали из разряда найдите какие-то уникальные виды еды сфотографируйте это познайте эволюцию погрузитесь еще глубже по этапам развития организма во флоу ну я вижу что действительно этажей стало больше может быть даже челлендж стал побольше но как-то ничего нового особо не нашел либо надо потому что я плохо искал и здесь все запрятано либо потому что меня тупо развели ДЛС стоит 2,5 фунта то есть где-то около 4 евро насколько это полезно судите сами я взял только для того чтобы показать все это вам надеюсь оно того стоило ну в любом случае мне нравится мне нравится эта игра было забавно еще раз в нее погрузиться хотя бы на вот эти вот большие 20 минут да спасибо за просмотр в принципе показывать тут больше нечего все уже предыдущие серии по этой игре предыдущие организмы ищите в плейлисте на канале все есть к флоу нам пока возвращаться смысла нету следующие игры я думаю будет абзу без понятия как называется эта игра но в общем типа от того кто был причастен к созданию Джорни думаю уже завтра или совсем скоро на сегодня все пока пока